Всем привет! Меня зовут Марк, и сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как китайский язык. Для начала я обозначу, почему я могу говорить об этой теме. Так это потому, что я изучал китайский язык два с половиной года. Я начал изучать его в универе и там же закончил. Вот, начну с того, как я изучал этот язык. В принципе, мы начали его изучать на втором курсе. Когда он начинался, я подошёл к нему с воодушевлением, считал, что знание китайского языка важно, так как многие люди говорят на этом языке. Но, к сожалению, первая преподша, которая вела у нас китайский язык, не очень хорошо относилась ко мне. Я не знаю, почему, но, например, когда я тупил, там, секунд десять, она сразу переходила к другому студенту. Когда кто-то другой мог тупить, то она давала ему, например, секунд тридцать, там, подумать, подготовить ответ, ответить. Ну, не знаю, почему она так ко мне относилась. Поначалу я старался, потом, когда у меня перестало получать, я перестал стараться, потом пришла другая преподша, и я начал вновь стараться. Всё шло с переменным успехом до тех пор, пока в конце второго курса у нас был экзамен. В общем, в конце второго курса, и экзамен состоял из трёх частей. Это рассказ о своём друге, перевод предложений и чтение текста на китайском. Первое задание я выполнил хорошо. Артём, если ты смотришь, привет тебе. Задание номер два, это перевод предложений, я сделал не очень хорошо. И третье задание, чтение текста на китайском, я, ну, скажем, прямо провалил. Частичное, ну, там его не только прочитать, там ещё и перевести нужно было. Вот прочитал я вообще ужасно, переводил более-менее, но переходил на английский, в общем, и мне поставили три. Я сказал, переводчик, может, типа четыре, она сказала нет. Ну, что я расстроился. На третьем курсе она у нас провела примерно где-то пар восемь, но потом она перестала нас вести, и пришёл другой препод, уже мужчина. И, в принципе, я учился более-менее хорошо, потом у нас дистанционка, и в конце третьего курса у нас вновь был экзамен по китайскому языку, и мне поставили автоматом пять. Я считаю, что я не заслуживал пятёрки, но, однако, я на все занятия ходил, домашнее задание делал, и, в принципе, пять не поставили, и я был доволен. На четвёртом курсе у нас также частично была дистанционка, но по-китайскому был зачёт, когда уже научное обучение вернулся, я также все пары посещал, получил зачёт. Вот. Также я хочу отметить, что на втором курсе, получается, четвёртый семестр нашего обучения у нас также были пары с носителем языка. Китаец, который не очень хорошо говорил на русском, но всё же пары вёл хорошо, ко мне нормально относился. Рекомендовал мне экзамену четыре, но не судьба. И ещё что я хочу сказать, это то, что на четвёртом курсе у нас появилась такая дисциплина, как история китайской культуры. И в первом семестре четвёртого курса у нас был зачёт с оценкой, и мне поставили три. Я написал превыши, почему три, там, за аттестацию у меня были четвёрки, я там ей на это указал, она мне не ответила. Но потом я её поздравил, не помню, то ли с Рождеством, то ли с Новым Годом, она ответила спасибо, там, вас тоже. И потом мне поставила четыре. Я не знаю почему, возможно, посчитала, что я добрый человек, возможно, ещё какие-то обстоятельства, но ладно. И история китайской культуры уже в последнем семестре нашего обучения была полностью на русском языке, там мне автоматом поставили пять. Вот, в принципе, так я и изучал китайский язык, теперь скажу, в общем, что я думаю о китайском языке. Этот язык достаточно популярен по разным оценкам, он занимает от первого до третьего места по популярности, конкурирует с английским и испанским языком. Но, на мой взгляд, этот язык довольно сложен для изучения, но я говорю это на своём личном опыте. Потому что, например, по сравнению с английским языком, в английском языке мы выучили алфавит, выучили, как читается какой-либо, какие-либо буквы в разных сочетаниях, и мы можем спокойно читать, переводить. В китайском языке не так. В китайском языке, помимо того, что мы учим иероглиф, как он переводится, мы должны запомнить его произношение. Это вдвойне тяжело, но можно отметить, что грамматика в китайском языке полегче. Ну вот, в принципе, ещё можно отметить, что в Китае существуют разные диалекты. То есть, например, человек из северной провинции, если будет говорить на своём языке, он не сможет понять человека из южной провинции, потому что диалектов в Китае очень много, и они все отличаются. Но я изучал общепринятый китайский язык. В принципе, его чаще всего изучают, а диалекты изучают редко. Ну вот, что я вам хотел сказать о китайском языке. Если кто-то хочет, задавайте вопросы насчёт китайского языка. Хотя, кто мне будет задавать вопросы, у меня 21 подписчик. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. В следующем видео я ещё расскажу кое-что о Китае. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok